Борьба с фиктивными техосмотрами разворачивается в Казахстане. Предприниматели, сенаторы и общественники пытаются добиться прозрачности при проверках авто. Со слов экспертов, выдача талонов о техосмотре превращается в формальность и часто проходит в формате онлайн и без элементарной проверки целостности автомобиля. Так ли все это на самом деле, разбирался мой коллега Вячеслав Витлугин. Газоанализаторам часто проваливают возрастные авто. Восстановить систему выхлопных газов нужно за 10 дней. Иначе весь техосмотр на смарку. Кто сейчас контроль осуществляет за техническим состоянием? Только на линии диагностики. Да и по сути дорожная полиция на линии не может с применением оборудования проверить техсостояние. И получается только это. И это для себя надо, опять же, в целях безопасности. Зачастую водители пренебрегают этими требованиями и легкие пути получения талона. А техническом осмотре находят все чаще. Среди не самых добросовестных водителей все еще бытует мнение, что эту стандартную процедуру технического осмотра можно проводить онлайн. То есть не показывая, возможно, свой неисправный автомобиль техническому инспектору. И мы хотим все-таки убедиться в этом. Попытаемся позвонить в одну из станций технического осмотра города Астана. Алло, здравствуйте. А я хотел спросить, а у вас сколько стоит техосмотр? У нас 4 тысячи стоит легковой. 4 тысячи легковой, да? А знаете, я хотел узнать, а онлайн как-то можно сделать, чтобы просто сфотать, загнать ее? Онлайн следующий день будет. Десятый стоит по фото онлайн. 10 тысяч тенге, фотомашины и талона техосмотре в кармане. Онлайн-конторы печатают, по сути, липовые документы массово. От подобной недобросовестной конкуренции в минусе честные предприниматели, вложившие сотни миллионов тенге в открытие центров легального бизнеса, стационарных постов техосмотра. Автоэксперт Боу Жан Шойдела просит обратить на все это внимание и говорит, назрела необходимость ужесточить требования к процедуре. Фиктивный техосмотр, он проблема на сегодняшний день. Изменения вносятся по трем пунктам. Это наказание операторов техосмотра, которые проводят техосмотр без автомобиля, в рамках 150 МРП, это около 500 тысяч тенге, оператора Е100. И претензии вполне обоснованы. В 2022 году полицейские оштрафовали больше 100 тысяч водителей, чьи авто не соответствовали техрегламентам. Но документы об успешно пройденном техосмотре имели. Накануне Антикор ликвидировал ОПГ, которое напечатало 350 тысяч фиктивных талонов о техосмотре почти на 600 миллионов тенге. И в МВД подобные факты тоже признают. И полицейские намерены действовать, чтобы свести их к минимуму. В частности, в министерстве сейчас разрабатывают новую систему контроля за автотрафиком Кургау. Да, были проблемы, предыдущие техосмотры фиктивные, другие подделки. Сегодня автоматизированная система работает. Мы, наверное, презентуем. Сейчас практически минимизированы все факты фальсификации. Кроме того, сегодня у нас интеллектуальная система Кургау запущена в Казахстане. Она сегодня в пилотном проекте в 12 городах работает, который сразу же выявляет эффективные номера. И те номера, которые не прошли техосмотры. Упорядочить процедуру и ужесточить ответственность за фальшивый техосмотр потребовала и сенатор Ольга Булаткина. Соответствующий депутатский запрос уже отправлен в правительство. И, похоже, документ нашел отклик. Мой депутатский запрос в части техосмотра был получен ответ от премьер-министра, где были обозначены моменты того, что сейчас разрабатываются поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности как собственника автотранспортного средства за непредоставление автотранспортного средства в центры техосмотра, собственников операторов техосмотра за проведение фиктивного техосмотра. Правила прохождения процедуры технического осмотра авто в Казахстане сейчас пересматривают. К проекту подключились экологи. 56% автомашин признаны неэкологичными. Впрочем, и это можно исправить, а железных коней подвести к экостандартам. Поэтому, согласно возможным поправкам, ответственность за эффективный техосмотр понесут не только предприниматели и операторы программы, но и водители персонально. Вячеслав Петлугин и Диасков Ланбаев. Астана. Хабар-24.